В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Главные темы выпуска. Все по-взрослому. Деснокорские школьники познакомились с основами предпринимательской деятельности. Мы, наоборот, способствуем тому, чтобы молодое поколение развивалось, оно узнавало новые профессии. В Десногорске завершились курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Дорогие ветераны, спасибо вам большое, что вы участвовали в нашем проекте. Не так давно у лиц, занимающихся собственным делом, появился личный праздник. День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Для знакомства подрастающего поколения с многообразием коммерческой деятельности в Десногорске ежегодно устраиваются встречи школьников с успешными предпринимателями. Для того, чтобы для кожи был минимальный вред. Татуаж, ламинирование, биофиксация – слова, уверенно вошедшие в жизнь современной женщины. Интерес к косметическим процедурам и к индустрии красоты возникает у представительниц прекрасной половины человечества довольно рано. Следуя тенденциям актуальных профессий, 13 мая в рамках муниципальной программы создания благоприятного предпринимательского климата была организована встреча школьников с основателем студии перманентного макияжа. Мы, наоборот, способствуем тому, чтобы молодое поколение развивалось, оно узнавало новые профессии, потому что это действительно очень интересно, тем более бьюти-сфера, она очень развивается и очень радостна от того, что дети приходят и интересуются. На глазах учениц девятых классов средних школ номер 2 и 3 мастера продемонстрировали этапы создания перманентного макияжа и процедуру окраски бровей. Прошедшая экскурсия вызвала живой интерес у школьниц, ведь бьюти-индустрия – одна из перспективных и востребованных на рынке услуг. Да, это интересно, это не школьные мероприятия, это не какая-то школьная экскурсия в библиотеке, это знакомство с другими сферами, другой работой, предпринимательством, мне очень нравится это. Такие экскурсии могут помочь в дальнейшем определиться с выбором сферы деятельности. Создание собственного дела – один из возможных путей профессиональной реализации. По мнению организаторов, примеры успешных бизнесменов – лучшая для этого мотивация. 20 мая прошло закрытие курсов по обучению компьютерной грамотности пожилых людей города Десногорска. Курсы начались 19 апреля по инициативе Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» и Комитета по образованию. Четыре недели обучения позади, а значит для участников проекта настало время подводить итоги. Все цели были достигнуты, что я хотела, я узнала. С детьми общаться, по скайпу, заходить в какие-то программы, смотреть некоторые сайты интересные, которые тебя интересуют. На последнем занятии присутствовал идейный вдохновитель по созданию курсов, секретарь Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков. Обучение проходило в первый раз, поэтому организатору было важно услышать от участников о их впечатлениях. В дальнейшем это поможет устранить возможные недостатки и сделать процесс обучения наиболее комфортным и эффективным. Дорогие ветераны, спасибо вам большое, что вы участвовали в нашем проекте. Мы этот проект будем продолжать с нового учебного года, потому что сегодня компьютер, телефон, планшет – это в нашей жизни. После слов благодарности Александр Новиков вручил участникам первого набора обучения памятные подарки. Он выразил надежду, что навыки, приобретенные за время учебы, значительно облегчат жизнь пожилым людям. Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ В конце выпуска о погоде. 27 мая в Десногорске солнечно, к вечеру возможен дождь. Днем температура воздуха плюс 20, ночью плюс 10. На сегодня выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова